Добрый вечер! Приветствую вас всех миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа! Рад всех видеть! Вы нашли в себе силы в конце трудовой недели прийти сюда и мы имеем первое субботнее богослужение после ремонта реставрации этого зала ясно, что он стал лучше, чем он был и также ясно, что он будет еще лучше есть два основных способа богопознания это священное писание как основной способ ну и другой, он тоже важный это природа я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами рассмотрели, как можно увидеть Бога в природе вот здесь у меня книга Елена Вайт Советы родителям, учителям и учащимся я позволю себе провести несколько цитат из этой книги я открываю раздел уроки природы первые слова, которые мы прочитаем здесь если Библия должна стоять на первом месте воспитания детей и юношества то книга природы на втором Божьи творческие дела свидетельствуют о Его любви и силе Он вызвал к существованию мир и все, что в нем Бог любит прекрасное и в мире, который Он предназначил для нас природа правильно изучаемая и понимаемая свидетельствует о своем творце и вот еще одну интересную мысль я нашел самый действенный способ открыть Бога язычникам обратить их взоры на Его творение действительно, существует немало людей которые к священному писанию настроены так, не с должным уважением ну и остается тогда единственный способ показать им Бога это через природу во-первых от самого большого и до самого малого Бог поставил свою печать в природе ибо что можно сдать о Боге пишет апостол Павел явно для них, потому что Бог явил им ибо невидимое Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны ну, смысл этих слов, я думаю, достаточно ясен это написано в Римлянам 1 глава 19-20 текст да, Бог невидим но творение Его видимо, и через это творение можно увидеть и Бога и те люди, которые пренебрегают этим они тогда оправдания не имеют печать Троицы в природе существуют три основные частицы вещества ну, было время, когда считали, что это ионы, атомы, молекулы потом, по мере развития наших знаний оказалось, что это протоны, нейтроны и электроны ну, и сейчас протоны и нейтроны они тоже сложные частицы но, поверьте, частиц тоже три вот, это электроны У и Д-кварки существуют три фундаментальных взаимодействия тяготение, гравитация электромагнитное и слабое вот, сильное взаимодействие время одна из важнейших природоведческих категорий оно тоже имеет три фундаментальных свойства точно так же, как и пространство, в котором все находится да, пространство, оно даже и трехмерно так, чтобы положение чего-то задать надо минимум три координаты не более и не менее пространство, время, движение и материя неотделимы и взаимообусловлены то есть свойство пространства, в том числе его геометрия, оно определяется материальным наполнением этого пространства такая взаимосвязь свидетельствует о том, что все это от одного источника ибо все от него, им и к нему ему слава во веки веков пишет апостол Павел в послании к римлянам одиннадцатая глава тридцать шестой текст существует семь констант, которые определяют мироздание их именно семь кстати, в Библии число семь встречается наиболее часто вы знаете об этом? это примерно семь сотен раз опять-таки семь, так? можете ввести в поисковик слово семь вы посмотрите, так? символизирует оно завершенность полноту вот эти константы, которые определяют мироздание они имеют одно такое свойство самое незначительное их изменение, ну в пределах буквально несколько процентов привело бы к радикальному изменению мироздания причем в сторону примитивности а нынешнее мироздание оно демонстрирует нам очень такое тонкое и упорядоченное устройство в природе есть законы сохранения ну самый известный из них это закон сохранения энергии о котором слышали все это тоже есть отражение определенных свойств Бога ибо я Господь я не изменяюсь написано в книге Малахии 3 глава и 6 текст именно вот эта вот неизменность верность Бога является залогом ну скажем и нашего спасения один из основополагающих принципов природы это принцип наименьшего действия который сформулировал впервые французский ученый Пьер-Луи Моро де Мопертюи вот эта приставочка д свидетельствует о его знатном происхождении он жил с 1698 по 1759 год принцип этот простой любое изменение в природе происходит так что необходимое для этого действие минимально это безусловное свидетельство разумного замысла в устройстве природы Бог всегда действует самым рациональным способом вот кстати экономистам будет интересно потому что экономика это тоже деятельность которая требует оптимизации рационализма расчета и действительно в священном писании мы можем прочитать о Боге такие слова мои мысли не ваши мысли не ваши пути пути мои говорит Господь но как небо выше земли так пути мои выше путей ваших и мысли мои выше мыслей ваших чем глубже проникаешь природу изучение ее свойств тем лучше понимаешь эти слова действительно Господь велик это величие Он оставил нам в своем творении в том числе эти слова написаны в книге пророка Исаии 55 глава 8 и 9 тексты в природе есть еще одна важная закономерность всякая система стремится перейти в состояние с наименьшей энергией энергия это вообще такая фундаментальная величина слово энергия это объединение двух греческих слов n емкость вместимость и эргон работа то есть энергия это ресурс для выполнения работы и энергия тем и ценна то есть природные системы они стремятся к состоянию с наименьшей энергии то есть эту ценность они стремятся передать своему окружению и этот принцип отдачи он также существует и в духовной жизни блажение давать нежели получать написано в книге Деяния 20 глава и 35 текст если мы посмотрим на небо то там можно увидеть порядок наша солнечная система состоит из солнца и 8 больших планет все это движется стабильно каждая планета по своей орбите земля не ближе к солнцу не далее ну скажем так ее расстояние от солнца 150 миллионов километров значит практически идеальный круг там с незначительными отклонениями но это обеспечивает стабильность скажем климата если мы посмотрим на звездный мир мы увидим что скажем солнце и много-много других звезд образуют нашу галактику которая называется Млечный путь расстояние от солнца до ближайшей звезды она называется Проксима Центавра составляет 4 световых года это колоссальное расстояние никакие метры километры не в состоянии передать его величину поэтому в астрономии пользуется такой специфической единицей смотрите свет это самое быстрое что есть в природе свет распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду так вот чтобы от нас долететь до той звезды свету надо 4 года и буквально вот в 2016 году ученые открыли существование у этой звезды Проксима Центавра планеты похожей на Землю причем она находится в так называемой зоне обитания то есть вот как наша земля зона обитания характеризуется тем что вода может существовать и в жидком состоянии в том числе скажем на Венере где температура 500 градусов у поверхности вода может быть только в виде пара на Марсе там плюсовых температур не бывает марсианская жара это минус 70 и вода может существовать только в виде льда и первый вопрос который изучают при решении есть ли жизнь или нет жизни это есть ли вода в жидком состоянии или нет то есть наша планета находится на правильном расстоянии от Солнца я не думаю что это случайно звезды нашей галактики их от 200 до 400 миллиардов они составляют такую систему если бы можно на нее было посмотреть сбоку или сверху то мы бы увидели такую правильную структуру рукава вращение и от края до края нашей галактики свет летит ни много ни мало около 100 тысяч лет можете себе представить насколько это величественное сооружение и таких галактик в космосе сотни миллиардов и они рассеяны не хаотически вот представьте себе такую сетку и вот эти вот она образуется такими поверхностями которые пересекаются пустоты огромнейшие там практически нет таких упорядоченных структур но зато по поверхностям этим находятся галактики системы галактик и это колоссальное количество ясно свидетельствует о том что в таких масштабах так упорядочить все это может лишь бесконечная сила и любой порядок всегда говорит о том что прежде был разумный задум апостол павел пишет ибо всякий дом устрояется кем-либо устроивший все есть бог послание к евреям 3 глава 4 текст природа дает нам многочисленные примеры красоты и существует такое фундаментальное понятие как симметрия оно такое же по глубине как и логос симметрия это соразмерность порядок самосогласованность гармония красота неизменность симметрия проявляется буквально на каждом шагу посмотрите на эту дорожку это правильно повторяющийся орнаметр это тоже проявление симметрии вот это где я стою оно имеет тоже правильные формы и вот есть такая линия что вот эта часть точно такая же как эта это тоже проявление симметрии симметрия форм прослеживается в строении тела человека животных насекомых в простом листе эта симметрия присутствует в архитектуре когда вы смотрите на красивое здание вы видите симметрию формы если бы могли посмотреть на снежинку мы бы увидели что она как бы из шести лучей состоит и углы между этими лучами все практически по 60 градусов основная молекула живого это ДНК это тоже правильно повторяющая такая спиральная структура кстати она ну самая простая из того что способна к самовоспроизведению что характерно для живых организмов симметрия проявляется в многочисленных законах потому что каждый закон отражает определенное постоянство фундаментальные законы природы следует из фундаментальных симметрий пространства времени скажем закон сохранения энергии из однородности времени и между прочим в 1918 году этот факт установила Эмми Неттер немецкий математик женщина Эмми Неттер так в поэзии в музыке везде где есть ритм мы чувствуем проявление симметрии как говорил один ученый Герман Вейль симметрия это то посредством чего люди на протяжении столетий стремились познать порядок красоту совершенства и мы на каждом шагу в природе это видим она очень многообразна эта симметрия и мы понимаем что природа устроена красиво гармонично упорядочена в ней повсюду есть симметрия но это не может быть само собой всегда это замысел во-первых а во-вторых его воплощение и Соломон пишет все соделал он Бог прекрасным в свое время книга экклезиаста 3 глава 11 текст господь прямо заявляет о себе как о творце природы я создал землю и сотворил на ней человека я мои руки распростерли небеса и всему воинству их дал закон я говорит о себе господь написано это книге пророка Исаии 45 глава 12 текст земля небеса все это сотворено Богом и всему этому дал закон Бог это можно понимать и как законы естественные природные потому что воинство это и звезды и планеты можно понимать это как законы духовные потому что есть и духовное создание во вселенной то есть этот текст достаточно глубокий по содержанию хотел бы также упомянуть о таком удивительном явлении как свет с которым связано такой орган ощущений как зрение свет имеет одно свойство его сформулировал пьер фирма он жил с 1601 по 1600 прошу прощения 65 год так примерно где-то около 1662 года он установил что свет распространяется таким образом что путь этот требует минимального времени то есть свет как-то может выбирать из всех возможных путей такой что он пройдет его за самое меньшее время ну скажите это бывает так если бы все это так как-то в процессе эволюции хаотически это великий закон природы и здесь мы конечно же не можем не видеть замысла Божия но это только один пример их множество поэтому я понимаю когда апостол Павел пишет о бездна богатства и премудрости и ведения Божия римлянам 11 глава и 33 текст мы уже говорили с вами о космосе о вселенной кстати слово космос греческое оно имеет значение порядок организация и слово антоним это хаос беспорядок то есть греки когда называли нечто космосом они подчеркивали что это порядок и сейчас ученые в результате многочисленных исследований установили этот порядок сейчас на околоземной орбите работают около двух десятков телескопов американские европейские они наблюдают небо непрерывно 24 часа в сутки тот телескоп который стоит на земле он ограничен двумя обстоятельствами первое надо чтобы была ночь потому что днем солнце все затмит правильно но этого мало надо чтобы ночью не было облаков космические телескопы работают круглосуточно каждые сутки и они небо рассматривают во всем этом спектре от радиоволт там инфракрасное излучение видимый свет ультрафиолетовое рентгеновское гамма излучение все это изучается и вот что установили оказывается среди звезд ну вот много таких как наше солнце это типичная звезда хотя есть экзотика в виде красных гигантов белых карликов но типичные звезды это такие как наше солнце примерно каждая такая звезда имеет планетную систему можете себе представить если только в нашей галактике от 200 до 400 миллиардов звезд каждая десятая как наше солнце а каждая десятая имеет планетную систему то планетных систем получается двух до четырех миллиардов я не думаю что все эти планетные системы необитаемы обитаемы только наше в библии мы можем прочитать немало мест которые говорят о красоте и величии небес небо доказывает существование божие небеса проповедуют славу божью псалом 18 и второй текст псалом 35 пятый текст который сотворил небеса премудро конечно космические масштабы они находятся вне наших представлений вот даже расстояние от солнца до проксимы центавра мы не можем себе представить насколько оно велико не говоря уже масштаба галактик вот когда взираю я на небеса твои пишет псалмопевец псалом 8 4 5 текст дело твоих перстов пальцев на луну и звезды которые ты поставил то что есть человек что ты помнишь его смотрите на фоне этих панорам наша планета ну наверное это песчинка так и на этой планете проживают около 7 миллиардов людей и бог который содержит такую вселенную бог который содержит столько планетных систем наверное каждый там много и обитаемых и он не забывает в том числе и о каждом человеке этот всемогущий бог нисходит каждому человеку каждому из 7 миллиардов и говорит у каждого и волосы пересчитаны на голове такой бог достоин ну по крайней мере восхищения господь также оставил нам такие чудесные слова кому вы уподобите меня и с кем сравните говорит святый поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите кто сотворил их кто выводит воинство их счетом он всех их называет по имени по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает говорят что Александр Македонский знал по именам каждого солдата своей армии а это было примерно 40 тысяч человек ну конечно это хороший показатель да а господь знает по имени каждую звезду каждую планету а сосчитать их для нас решительно невозможно но это для нас для господа можно и вот бог таких масштабов такой премудрости и такого могущества это бог на которого мы можем положиться согласны если вы думаете что вы своими проблемами можете его обременить то после этого вы так не думаете он может решить любой вопрос и он это нам и предлагает не бойся ибо я с тобою не смущайся ибо я бог твой я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей книга пророка Исаии 40 глава 26 29 тексты действительно небеса проповедуют славу божью один раз император наполеон бонапарт находился на корабле посреди средиземного моря рядом его стояли с ним его маршалы ну и сам наполеон был человеком не старым а маршалы его были еще моложе может вы слышали такие имена мюрат ней даву вот а это были молодые люди и вот это вот революция французская так она ж была еще недавно и вот они впитали вот этот дух атеизма дух безбожия и они неоднократно высказывали эти мысли наполеону но он им ответил так он показал им наверх и сказал ну а это вы как объясните вот давайте мы подумаем тоже что имел в виду наполеон мы не не можем знать но если мы задумаемся над этим небом что оно нам расскажет вот представьте себе диалог двух людей один атеист атеист это тот кто отрицает существование бога а другой человек верующий ну вот мы смотрим ночью на небо так каждый видел как оно выглядит и вот вселенная вселенная это то что существует есть протяженность в пространстве есть протяженность во времени ну давайте начнем с пространства если вселенная скажем бесконечно в пространстве то есть два варианта либо звезды рассеяны хаотически либо они упорядочены но если звезды в бесконечной вселенной упорядочены то тот кто их упорядочил в таких масштабах тот и есть бог ну атеисты не сдаются пускай эти звезды рассеяны хаотически но там само собой так все произошло но смотрите что тогда будет вот вы выбираете произвольное направление представьте что с вашего глаза выходит такой острый конус но он по мере удаления немножко же расходится правда а в бесконечной вселенной он разойдется ого-го и в пределы этого конуса попадут звезды они же рассеяны хаотически и суммарный эффект их будет такой вот в этом направлении вы увидите светящуюся точку но это же направление выбрано произвольно то куда бы вы не глянули вы бы вы бы видели светящуюся точку то есть небосвод бы просто пылал бы светом у нас бы не было ночи не было бы темноты но поскольку мы этого не видим то хаос пространственно бесконечной вселенной мы исключаем теперь о протяженности во времени и так вселенная не может быть бесконечное пространстве и без бога атеисты не сдаются пусть она конечного пространства но тут два варианта вот смотрите если вселенная конечно то есть есть она и есть какое-то пространство вне ее то раз бога нет то вне вселенной вообще тогда получается ничего нет потому что вселенная содержит все сущее вне ее ничего нет это типичная замкнутая система и тогда она подпадает под действие закона возрастания энтропии это когда увеличивается беспорядок но так как я вам описал беспорядком тут и не пахнет это удивительный порядок в совершенно невообразимых масштабах то есть если бы такая вселенная во времени существовала бесконечно долго то она бы пришла в состоянии полнейшего беспорядка значит бесконечно долго в прошлом она не существовала то есть был какой-то момент до которого ее не было и после которого она начала быть но почему она появилась кто ну вселенная не может появиться без причины вы же знаете что ничто не происходит без причины тем более вселенная не рождается без причины таким образом как бы мы не старались без бога у нас ничего не получится я бы мог вам приводить и другие такие свидетельства тонкой настройки вселенной вот одно только приведу тяготение вот эта гравитация которая является основной силой в космосе если бы она была чуть-чуть слабее нынешнего состояния все бы рассеялось в пыль никаких бы планетных систем звездных систем систем галактик ничего бы этого не было но если бы эта гравитация была немножечко сильнее то все собралось бы в один огромный ком и тоже вот этой вот ажурности тонкости порядочности тоже бы не получилось и так буквально во всех взаимодействиях ну такие вот ну параметры как бы сказать такие величины этого всего они не могут быть случайными потому что отклонение в пределах буквально двух-трех процентов привело бы к радикальной расстройке всего мироздания мне известны десятки высказываний видных ученых о природе и боге десятки я выбрал три чтобы вас не сильно переутомить по принципу ну люди должны быть достаточно известны первый ученый Карл Линней годы жизни 1707 1778 вы наверняка о нем слышали вот это классификация живых организмов по царствам помните отряды там виды там и так далее вот это все он он классифицировал всех животных растения не классифицировал так вот что говорил Карл Линней природа сотворена богом для его славы и во благо человечеству и все что происходит в ней происходит с его ведома и под его водительством второй ученый Исаак Ньютон годы жизни 1643 1727 уникальнейшая личность он создатель высшей математики дифференциально интегральное исчисление правда работал независимо от Лемница он написал книгу математические начала натуральной философии которая вышла в 1678 году он открыл закон всемирного тяготения множество законов природы он написал толкование на книгу пророка Даниила смотрите об этом даже не забыл он был не только ученый но и государственный деятель ему поручили заведовать монетным двором и он поспособствовал значительному сокращению фальшивых денежных знаков так вот что писал в главном труде своей жизни этот человек это прекраснейшая система состоящая из солнца планет и комет могла возникнуть только благодаря совету и владычеству разумного и могущественного божества Михаил Васильевич Ломоносов в возрасте 19 лет этот простой крестьянский парень из архангельской губернии который занимался сельским хозяйством ловли рыбы в море он пошел пешком в Москву с обозом зимой он так хотел учиться в 19 лет и в Москве в Москве значит он стал человеком выдающейся учености впоследствии Пушкин Александр Сергеевич писал это не просто был основатель Московского университета он сам был первым российским университетом Михаил Васильевич Ломоносов написал такие слова создатель дал роду человеческому две книги в одной показал свое величие в другой свою волю первое видимый этот мир им созданы чтобы человек смотря на огромность красоту и стройность его зданий признал божественное всемогущество вторая книга священное писание ну он просто на первое место поставил природу на второе Библию мы ставим как раз наоборот но по сути он прав в процессе работы со студентами может вы помните у нас был Биаджи да с Аргентины он рассказывал вам примерно то же что я сейчас вам рассказываю ну вот некоторые студенты к сожалению немало их количества ему вовремя не сдали этот предмет и вот по поручению администрации они ходили сдавать это мне и вот что я обнаружил многие люди ну и наши студенты не исключение почему-то думают что религия и наука они находятся в состоянии какой-то конфронтации противоречия между ним на самом деле все как раз и не так истинное знание оно способствует религии и оно приводит к Богу а малое знание или вера в какие-то измышления которые ничем не подкреплены оно уводит от Бога поэтому никогда не верьте что наука и религия в противоречии что ученые это чуть ли не обязательно атеисты я вам привел три высказывания этих трех выдающихся людей но их существует десятки а может даже и сотни мы с вами поговорили ну скажем о некоторых фактах ну в заключение я бы хотел обратить ваше внимание не на космические дали а то что мы можем увидеть вот вблизи себя каждый видел пчелиные соты правда какой они формы шестиугольники ну если поставить такую задачу вот скажем мы желаем изготавливать плитку тротуарную там или вот чтобы пол покрыть ну в форме правильных многоугольников стороны одинаковые углы одинаковые то только треугольники четырехугольники и шестиугольники покрывают плоскость без зазор上 другие правильный угольники не могут в частности пятиугольники так ну пчелы почему-то из треугольников и квадратов вот наш пол покрыт квадратами видите выбрали шестиугольники так вот оказывается при При минимальном расходе материала эти соты имеют наибольшую вместимость. Ну, пчелы есть мозги? Кто их научил? Этому дважды оптимальному выбору. Ну, вы не думайте, что пчелы, они прямо такие уже. Друзья, оказывается, у пчел есть определенный способ общения. Одна пчела может рассказать всем, куда надо лететь, чтобы собрать побольше меда. Ну, там какой-то танец она исполняет, они на нее смотрят и летят, кстати, не ошибаются. Конечно, можно было говорить еще и дальше, так? Но, понимая, что трудовая неделя закончилась сегодня, я благодарю вас за внимание и приглашаю к молитве. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, Боже, за Твою неизъяснимую любовь. И когда мы смотрим на Твое величие в Твоем творении, Господи, на масштабы Твоей вселенной, мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты нисходишь к каждому человеку, к каждому из нас, и к каждому из тех, которых нет в этом зале. Ты любишь каждого и желаешь спасти. Ты великий Бог, милосердный, который содержит невообразимую махину, эту вселенную Твою. Конечно же, Ты можешь решать и наши проблемы. И мы благодарны Тебе за то, что Ты оставляешь нам множество заверений в том, что Ты желаешь взять на себя наши проблемы, трудности, переживания и понести их Своей всемогущей силой. Слава Тебе, Господь! Вечное во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Тебе, Господь!